В контексте всех этих проповедей, которые мы говорили, касательно такфира и так далее, кто-то, может быть, сталкивался из людей, когда человек, вроде бы как брат мусульман, мусульманин, обозвал кого-то плохими словами, или дал какую-то оценку перед другими людьми, или описал его такими-то словами, или назвал его неверующим, или назвал его язычником, или назвал его бедаатчиком, или еще что-то то, кем он не является. В контексте этого хотелось бы привести слова, проповедь, которую совершил один из ученых в Медине, шейх Мухаммад Мухтар Шинкиты. Эти слова, эту проповедь мы как-то читали, но, иншаллах, опять же, в качестве напоминания каждому из нас, иншаллах, будут полезными эти слова. Кто-то из людей видит тебя богобоязненным, кто-то из людей видит тебя грешником, кто-то из людей видит тебя таким-то, 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 но, однако, истина – это то, что ты сам лучше себя знаешь, кем ты являешься перед Всевышним Аллахом. Единственный вот этот вот скрытый секрет, который кроме тебя никто не знает, о раб Аллаха, это твое отношение со Всевышним, твое взаимоотношение со Всевышним Аллахом. И пусть тебя не делают, кто-то не делает тебя таким, чтобы ты возгордился, когда тебя хвалят. Те, кто тебя хвалят, не возгордись от этого. Те, которые тебя осуждают, пусть это тебя не тревожит, не печалит. Поистине, Аллах в Коране сказал, человек сам лучше знает о себе. Самый лучший наблюдатель о себе – это сам этот человек. Опасность того человека, который живет между грехом и поклонением, то есть человек совершает грехи, совершает поклонение, опасность в этом какая? Это то, что человек не знает, когда наступит конец. Когда он совершает грех или когда он совершает поклонение Аллаху, когда Аллах заберет его душу. И делай поклонение Всевышнему Аллаху искренне, а не так, помолиться и все, быстрее бы закончить. Именно с искренно, с сердцем поклоняйся Аллаху, и дополнительный нафиль, дополнительные действия в религии, как дополнительные посты и дополнительные сунны, намазы, делай с неятом, чтобы приблизиться к Аллаху, а не с тем, что вот я такой вот хороший дополнительные дела делаю. А именно, неят пусть будет, когда человек делает дополнительные дела, сунны, это с таким намерением, чтобы поближе быть с Аллахом. Поистине, ты – раб Аллаха, ты нуждаешься в поклонении Аллаху, а Всевышний Аллах, Он богат, не нуждается от этого. Ни в коем случае не делай свою заботу, чтобы такое сделать, чтобы люди меня полюбили. Поистине, сердца людей переворачиваются. Сегодня кто-то тебя любит, завтра он тебя ненавидит. А пусть забота будет у тебя, о раб Аллаха, пусть твое намерение будет. Как же сделать то, чтобы меня полюбил Господь людей? Всевышний Аллах, Субхану и Тааля. Если Всевышний Аллах тебя полюбит, тогда сделай так, что и люди, их сердца будут тебя любить. Запрет, харам, он останется харамом. То есть некоторые делают харам, какие-то вещи, которые они запрещены в исламе, через свою философию хотят разрешить. Харам останется харамом, даже если все люди будут совершать его. Никогда не оставляй своей цели, то, что ты делаешь на пути Всевышнего Аллаха, Субхану и Тааля. И что бы тебе кто ни говорил, поистине, каждый из нас, и ты, раб Аллаха, будешь один стоять в судный день за свои поступки. Ты только будешь отвечать, он за тебя не будет отвечать. То есть когда человек совершает грех скрыто, когда остается наедине, это его разрушает, уничтожает. И так же, когда человек наедине со Всевышним Аллахом, когда остается, делает благие дела, они его спасают. Один из ученых сказал, Один из ученых сказал, когда у меня есть какой-то хаджат, какая-то нужда, я обращаюсь с мольбой ко Всевышнему Аллаху, и когда Аллах отвечает мне, дает то, что я просил, я радуюсь один раз. Но если Аллах мне не отвечает на мою мольбу, десятки раз я больше радуюсь. Потому что первое, это было мое желание, мой выбор, то, что я хотел, а второе, то, что пожелал для меня Аллаху. И какова красота, когда человек полностью полагается на Всевышнего Аллаха. Аллах в Коране говорит, что-то вы очень сильно желаете, вам нравится, но это хуже для вас, что-то вы не любите, не хотите, но это лучше для вас, только Аллах знает, а вы не знаете. О верующие, Аллах все знает, мы ничего не знаем. И это хороший ответ на наши слова, когда мы задаемся вопросом, почему так со мной случилось? Потому что Аллах знает, а мы не знаем. Аллах знает, что лучше для нас, а мы не знаем, что лучше для нас. Поистине, когда некоторые люди покидают нашу жизнь, или уходят из круга нашего общения, или другие заходят в нашу жизнь, это милость от Всевышнего Аллаха. Та милость, которую мы можем познать только через года. Поистине, когда проходит время со временем, бывает такое, что рельеф гор, то есть меняется. А как же люди могут не меняться, когда Аллах может даже горы поменять? Так же Аллах некоторых людей меняет. Если бы человек знал, когда ему приходит какое-то испытание, какую награду берет за то, за это испытание, если он правильно отнесется и терпит, тогда бы человек захотел бы, чтобы никогда бы это испытание не заканчивалось. Когда Аллах что-то забирает от нас, Он ради того забирает, чтобы что-то другое нам дать. Поэтому, когда Аллах что-то предопределил, мы должны встречать предопределение Аллаха словами «Альхамду лиллях». Слава Всевышнему Аллаху, Субхану и Таалу. «Альхамду лилляху куллихан». Что бы ни случилось, слава Аллаху, Субхану и Таалу. Благодарим Аллаха. Друг другу делали наставление тремя словами. Всего лишь тремя словами. Но если эти три слова положить на чашу весов и золото на другую чашу весов, то эти слова станут тяжелее. Дорогие эти слова. «Аль-Улля» – первое слово. «Ман аслаха ма бейнаху ва бейна Аллаху, аслаха Аллаху ма бейнаху ва бейна аннас». Тот, кто улучшит свое взаимоотношение со Всевышним, Аллах улучшит его отношение с окружающими людьми. «Ва санья» – второе. «Ман аслаха сариратах, аслаха Аллаху аляниятах». Тот, кто улучшит свое, тот момент, когда он наедине остается, то есть будет себя правильно вести, поклоняться Всевышнему Аллаху, не грешить. То есть свое свободное время, когда он остается наедине, улучшит перед Всевышним. Аллах улучшит его в тот момент, когда он будет среди людей, когда на него будут смотреть. И то же самое в судный день, когда все соберутся. «Ва салиса» – третье. «Ман ахтамма би амри ахиратих, касаа Аллаху амра дунияху ахирата». Тот, кто будет заботиться на первом очереди о своей вечной жизни, о судном дне, чтобы попасть в рай, чтобы спастись от огня, у кого будет забота вечность, судный день, Аллах субхану ата'аля решит его вопросы в этой жизни и решит его вопросы судного дня, иншаллах. Самый большой вид из убытка, самый какой большой убыток может потерпеть человек – это то, что рай по своей величине подобен небесам и земле, но тебе, такому маленькому человечку, там нету места. Это самый большой убыток. Берегите свою жизнь, я самому себе говорю, берегите свою жизнь, берегите свою жизнь каждую секунду, чтобы тратить на благие дела, на получение знания, напрасно не тратить свою жизнь, напрасно. Береги свою жизнь, поистине она то накопление твое для Ахирата. То, что мы здесь накопим, иншаллах, получим в судный день. Пускай Аллах просит нам всем и субтитры создавал DimaTorzok